3 ноября в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Ночь искусств» в детской художественной школе имени Николая Петровича Якушева состоялся творческий вечер. В выставочном зале был проведен мастер-класс «Поющая глина». Участники смогли попробовать свои силы в изготовлении глиняной игрушки-свистульки. Именно такие делали раньше в наших краях. Мероприятие началось с выступления учащейся детской музыкальной школы Валерии Медведевой, занимающейся вокалом у преподавателя Ольги Матылевой. Исполнение русских народных песен гармонично сочеталось с темой мастер-класса. Его провела преподаватель детской художественной школы имени Николая Петровича Якушева Екатерина Хомутова. Она познакомила участников с историей петровской игрушки, изготовление которой берет свое начало в деревне Петровская, Молотинской волости. Это Сусанинский район, на территории которого есть большие залежи глины. Там с давних времен из этого материала изготавливали не только посуду, но и игрушки. Их украшали разными точечно-ямочными орнаментами, каждый из которых был символом семьи, плодородия и многих других важных для людей понятий и явлений. Идея в принципе витает в воздухе давно, потому что художественная школа давно уже работает. Находится в поиске, скажем так, такого направления своей деятельности, как изготовление глиняной народной игрушки. И причем они очень хотят, чтобы это была именно какая-то наша особенная буйская игрушка. И вот она работает именно в направлении птички. И уже попробовали провести такой мастер-класс в юбилей города. Он был прямо вот на площадке перед художественной школой. И поэтому развить это направление, приобщить к нему, Буявлян. Может быть, кто-то какую-то идею интересную подскажет. Решили именно в рамках акции «Ночь искусств». С технологией изготовления, тонкостями лепки глиняной игрушки и познакомились в «Ночь искусств» в Буявляне разного возраста. Они узнали, что родоначальником Петровской глиняной игрушки был Павел Алексеевич Иванов. Для того, чтобы дать мастер-класс, преподаватели Буйской художественной школы побывали в детской школе искусств поселка Сусанино и познакомились с техникой изготовления глиняной игрушки. Сусанинцы, кстати, уже приезжали в пусть с подобным мастер-классом. Забегая вперед, скажем, что все выполненные этой ночью искусств глиняные птички засвистели. Это значит, что технология была правильно выполнена. Мастер Екатерина Хомутова внимательно следила за тем, как собравшиеся, ставшие на один вечер ее учениками, лепили свистящих птиц, помогала и направляла стики, небольшие палочки, в руках участников. Конечно, я хочу сказать, что, наверное, может быть, именно у меня не очень получается, но очень доступно, очень интересно объясняет преподаватель Екатерина Владимировна Хомутова. Очень хорошо, что она все показывает. И именно сама подходит, объясняет, помогает другие преподаватели. И действительно, я думаю, что посещая цикл серии таких мастер-классов, можно научиться. А сегодня это просто нам такая возможность начать и попробовать для кого-то, наверное, думаю, что новое для себя вид творчества. В акции «Ночь искусств» Буй принимал участие во второй раз. Но можно смело сказать, что в нашем городе уже есть наработанная практика проведения подобных акций в вечернее время суток. В Буй проходят такие акции, как «Ночь в музее» и «Библия ночь». В этом году в целом по стране «Ночь искусств» посвящена Году российского кино и Дню народного единства. Она прошла под девизом «Время создавать». В городском доме ремесел по соседству также проводился мастер-класс под названием «Джутовая филигрань». Его провела Екатерина Смирнова. Для чего проводятся подобные мероприятия? Живя в современном ритме, далеко не каждый человек, даже очень любящий искусство, может приобщиться к нему. Вечером, когда мы свободны от работы, учреждения культуры уже закрыты. Конечно, выходные буявля не могут посещать концерты и спектакли, но стать участниками каких-либо мастер-классов и создать что-то своими руками удается крайне редко. А на таких мероприятиях каждый становится автором собственного произведения и понимает, что город открыт для него. Приятно было видеть вечером яркий свет в окнах выставочного зала детской художественной школы и осознавать то, что тебя здесь ждут. Для нас эта акция тоже является такой любимой и интересной, прежде всего, потому что, наверное, у нас есть такое замечательное место, как выставочный зал художественной школы, где мы, наверное, испытываем особую близость, особую причастность именно не просто к самодеятельному творчеству, а именно к искусству, где нас окружают прекрасные картины учащихся, вдохновляют, где действительно все оборудовано, именно для того, чтобы было очень удобно работать, творить. И, конечно, хочу сказать, что отклик всегда с большим энтузиазмом и какими-то новыми творческими идеями. Я очень благодарна работникам, в первую очередь, детской художественной школы и преподавателям, музыкальной школе, которая всегда им помогает создать нужную атмосферу. Также у нас сейчас проходит мастер-класс в доме ремюсел в рамках акции «Ночь искусств». Всегда тоже работники этого учреждения активно участвуют во всех каких-то новых интересных проектах, начинаниях и рады лишний раз привлечь, встретить у себя Буявля. Поэтому большое им спасибо, и мы надеемся, что подобные акции, которые помогают Буявля нам стать чуть-чуть ближе к искусству, получить какие-то новые, красивые, яркие впечатления, они будут продолжаться и будут с нашей стороны пополняться какими-то новыми находками и творческими идеями.